Петро и Павло Впоследствии этот довольно длинный пост был разделен на двое. Первая его часть стала заканчиваться в праздник первоверховных апостолов Петра и Павла и стала называться Петровым или Апостольским постом. Вторая часть образовала Успенский пост. Петров пост считается нестрогим. Мирянам следует воздерживаться от молочной и мясной пищи, но можно есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы.